Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, мои любимые! Доброе, прекрасное питерское утро! Первое декабря! Всех с первым днём зимы! Пять градусов мороза, у нас всё в снегу. Среда! Времени где-то девять, наверное, без пяти. Та-да-ри-да-да! Та-да-ри-да-да! И сконна русская душа! Я читала комментарии вчера ваши. Оскар написал, он сам, по-моему, из Украины, не знаю, написал, что ему очень понравилось, как я спела песню «Ридно, маты моя». Правда, так было приятно. Он сказал, у вас такой украинский мягкий. Очень люблю украинский язык. Привет! Снежный Петербург! Первую девушку увидела. Но я раньше считала, что мальчика, если увижу первого утром, то всё будет хорошо. А если девушку, то, наверное, будет всё прекрасно. Боже, какая красота! Всё в снежочке. Пойдёмте. Мне нужно купить картошку. Ну, как вы знаете, хамсу или кильку. Чё там будет? Хотела какой-нибудь зимний стих написать. И чё-то у меня всё про любовь. Про зимние стихи не очень. И чё-то я рукавички забыла, перчатки. И у меня в той курточке белые остались. Ну, ничего. Смотрите, сколько снега. Вообще. Блин, сейчас ручки замёрзли. Вот, как сверкает, как алмазы. Пацаны! Гляньку несут. Может, и гасить. Может, и нет. Может, просто гуляют сутрица. Снежок идёт. Представляете, сколько снега? И снежок идёт, и идёт, и идёт. Не прекращается. Я не знаю, сколько он уже идёт. Наверное, дня два. Сплав. Что такое сплав? Вот такой сплав. Какой-то сплав. Много утром. Деточек вон там тоже в сугробе роется. Малявка. Ты, моя зайчка. В сугробе роется. Только ходить начал. Уже в сугробе копается. Малявка. Сколько снега. Красотища. Ой, красотища. Вчера разговаривала со своим сыночком. Со старшим. С османом. Спросила, как его жена. Ну, которая в положении. Ждут Лялечку. Он сказал, мамочка, всё хорошо. Мы, говорит, переборели коронавирусом. У нас всё замечательно. Вот такие вот у нас были вечером с ним разговоры. Как он сверкает вообще. Не знаю, не видно на камеру. Не так видно, как на самом деле. Он так весь сверкает, как в алмазах. И потому что мороз. 5 градусов. Я без рукавичек. Всё равно сердечко нарисую. Слушайте. Такое прекрасное. Там вон кофе пьёт мужчина. Продают булочки. Кровосан. Кровосан. И всевозможные пироженки. А, сколько снега вообще. Тут как будто никто и не чистил. Да, здесь никто не чистил. Хотя видно, вот тут чистили. Странно. Возле свадебного салона здесь почистили. А там дальше нет. И дорога вся тоже. Как будто никто и не чистил. Хотя я вчера видела экскаваторы или как они такие машины с огромными ковшами. Ездили, чистили дорогу утром. Когда я уже сняла видео, шла и снимала фотографии. Видела эти огромные машины. Боже, какая красота. Вообще. Обожаю снег. Мои любимые. Скоро у меня русская душа. Уже по пояс даже выше сугробы. Потом общалась вчера тоже в ватсапе с Халими. Это жена брата бывшего моего. Вот. Как-то странно звучит моего. Ну, чтобы понятно было, какого бывшего. Отца моих трёх деток. Вот. И у неё в гости пришла, к ней в гости пришла её мама. М. Хасан. Это значит, у неё первенец Хасан зовут Хасан. Она М. Хасан, а её муж Абу Хасан. Папа Хасана, а она мама Хасана. Так у них называют в арабских странах. Как красиво снежок идёт. Смотрите, когда фары. Вообще сказочно. Вот. И мы так разговаривали с ней, с этой Сэм Хасан, с Халиминой мамой. И она мне говорит, Ирочка, как же ты пережила? Я, говорит, тебя помню очень хорошо. Но она уже пожилая женщина. Ей больше 80. Она говорит, как же ты, дочечка, пережила это всё, когда у тебя и Катеньку, и мальчиков забрали. Говорит, он в ад попадёт, твой Мухамед. говорит, я помню, как ты с детками и какие они у тебя замечательные. Вот. И я как-то раньше, если бы такой разговор был, я бы, наверное, пришиблась, вот честно. А сейчас я так спокойно с ней разговаривала и как-то даже её успокаивала. Она так разволновалась. Она говорит, я тебя очень-очень люблю. Всегда приезжай ко мне в гости. Типа, мой дом, твой дом. Как же ты осталась на улице и без деточек, и без ничего. Вот. Но я не стала ей говорить, что он и документы мои забрал, не говоря уже. о чем-то другом, о вещах или о деньгах. Можно я пройду, да? Спасибо. Говорю, у меня даже... Ну, я и не с тобой говорю, потому что не хотелось расстраивать пожилого человека. Она и так была очень взволнована. вот. Так как-то мы душевно пообщались, и у меня вообще сгладилось вот это вот. Раньше какое-то было различие между, например, нациями или что-то такое. Чем старше становлюсь, тем это вообще абсолютно сглаживается все. Нет разницы, понимаете? вот моя рыбка. Я люблю кильку больше. А, хамсу больше люблю. А Юлька любит кильку больше. Так что я возьму и такую, и такую. вот. Чтобы не бегать каждый день за рыбкой. Так, что еще хотела? Наверное, бананчики возьму. Яблоки у нас есть. И я и сказала, ну, по-арабски перевела, я и сказала, что никогда в жизни Бог не дает человеку больше, чем он может вынести. И потом Халиме мне говорит, мама сказала, что ты святая и плачет, короче. Вот так вот. Представляете? Так. Еще хотела батон птичка взять. Вот такой. Кто, что я поставить? Вот сюда. Потому что тяжело держать. Поставила сюда. Такой батончик уже. Ой, где птичка? Где на середине руки? Не понятно, почему не блин. Ну, он какой-то. Доброе утро! Доброе, прекрасное утро! Девочка помыла. Я все прошла. Доброе утро! Картошечка упала. А пакетчик вы не дадите для картошечки? Чтобы я вам тут не испачкала. Спасибо большое! Пакетчик вы не дадите для картошечки. Не все эти на струкли. Два плава скидка? Один. Кирка, два? А? Кирка, два плава скидка. Да, кирка и хамса. 37 рублей. По карте наличие? По карте. Русская душа. Спасибо. Да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Это как жену пророка Мухаммеда. Я ей говорю, моя свекровь тоже зовут Хадиджа. Она говорит, мусульманка что ли? Я говорю, да. Хамдулиля. Мусульманка. Свекровь. Конечно. Как же ее Хадыжи назовутся, если она не мусульманка? Оброшь, как красиво. она так заулыбалась пожелала мне хорошего дня так хочется вам показать почти не видно глазками видно а камера не очень вообще как будто идешь по алмазам тут видно вам видно что сверкают очень красиво это посольство русская душа фонари такие обалденные там какие красавцы все эти фигуры все эти колонны так красиво сказки девять утра и от снега так светло видите когда нет снега утра еще темень хотя небушка уж такое светлое но все равно когда нет снега очень темно а со снегом прям красота сделали из этого из мозаики такого робота так на улице спокойно нет ветра очень классно просто снежная сказка мне предлагают нянечкой постоянно для таких малявочек то для девочки трехмесячной а сегодня утром я не знаю как с таким маленьким это правда такая ответственность в общем еще что-то хотя бы после годика да с этими проще конечно один месяц что там оно покормил поменял помыл массажик сделал и ребеночек спит но у меня как-то по-другому это идет мне хочется отклика мне хочется видеть как ребеночек развивается общаться с ним чувствовать что ты ему даешь конечно маленьком тоже чувствуешь но когда один месяц с ляльки это скорее всего мамочка чувствует эту связь эту близость простите меня чужая тетя с такой лялькой но он на меня переключится например если я с ним постоянно буду или с ней мне кажется это как-то не очень хорошо вот и она меня там слезно умоляет говорит моя нянечка типа в другую страну переезжает на пмж и мы вот с нового года остаемся одни это нянечка с ней была у нее старше ребенок но она вот хочет чтобы смолок с младшим сидели а со старшим там бабушка еще чего-то не знаю вот такие вот дела я не знаю правда не то что мне страшно я знаю как с маленькими детками как с новорожденными мне как-то и интересен процесс вот именно развитие ребенка там реакции его еще чего-то понимаете может поэтому я и блогер что мне интересен живой отклик людей я как-то через это двигаюсь не знаю добра вам мои любимые очень-очень люблю вас всем волшебного утра пусть у вас все 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 получается спасибо что вы есть с первым декабря с первым декабря с нежным прекрасным благодарю вас